Намного приятнее, что позаботились, что предупредили. Собрался коллектив людей, которые поздравили, вручили всё это торжественно. Пришли, забрали документы. Да, это было неожиданно. Приятно, как минимум это приятно. И такая процедура, мне кажется, найдёт место в нашем городе. С первым ребёнком выбирал имя, с вторым ребёнком доверили жене. Жизнь покажет, забыл. Это сервис. Он начался ещё в сентябре месяце 2015 года. В Одессе. И пользуется большим спросом, поэтому мы присоединяемся к этому проекту. И теперь с сегодняшнего дня, сегодня у нас зарегистрирован первый ребёнок непосредственно в родильном отделении. И в дальнейшем, это в среду и в пятницу с 2 до 4 будет приём документов. Родителям нужны паспорта, свидетельства о браке и медицинское ответственность о рождении. Так уж, батьки, можете, как и раньше, приходят, кто не хочет скрустаться самостоятельно, посредним тут, может, и ты, и в РАКС. Да, отдел РАКС работает в обычном порядке. Со вторника по субботу можно зарегистрировать. Это за желанием родителей, поэтому, если ещё не успели придумать имя, можно прийти к нам в ЗАГС зарегистрировать. А скажите, че ведомо вам на территории Дайской области, в сельковых местах, уже деят такие сервисы. Нет, ещё не ведомо, потому что это только запровадживается. Скажите, какие требования к комнате, где будет проводиться такая процедура? Требований к комнате никаких нет, потому что самым основным моментом это является вручение самого документа. Это первый официальный документ ребёнка. Поэтому, как это видят организаторы, как это видят работники роддома, так мы рады всегда в любом помещении. А как вы оцениваете эту комнату? Очень приятно находиться, светлая комната, фотографии деток, очень приятно. Получается, теперь в этой комнате будете отдавать постельное свидетельство? Да. А вот вся документа, все равно она будет отбываться в РАКСе, вы просто будете сюда приходить, чтобы уже, ну, вы тут сбираете документы? Будет приём документов и вручение свидетельства. Здорово, да. Это мы показали сегодня тот вариант, как нужно, чтобы было. Конечно, это удобно. Конечно, это, даже в историческом плане, для детей, для детей и для родителей. Это значимо. Потому что проведет время, дитина будет видеть, дитина будет видеть и видеозреки, и фотографии, и будет видеть, что дитина только родилась. Это дело не родителей, это дело дитины. Дитина родилась, и ей придяются внимание сразу. Дитина уже, у дитини уже складывается, она потом, где вы видите, будет складываться гражданская позиция, что я родился, а что я родился. И мне придяются внимание. Пришли из РАХСу, пришли люди, которые помогли ее матери родить. В нормальных условиях. Бывает так, что регистрация дитина принимает формальный характер. Это плохо. Ну, я просто, другого у меня приключения нет. Я делюсь на свое свидетельство про народжение. То там, где моя мать украинка, у нее батьки украинцы, такие украинцы, серьезные украинцы. А у нее написано, у меня написано в свидетельстве про народжение, что я не россиянин, не украинец, написано русский. В свидетельстве про народжение. То есть, такое в сельской раде было. А сейчас это очень правильная ситуация. Сейчас, про которую мы говорим, и то, что они делают, это понимание людей придумали. И эта регистрация нормальная. Вы помните, раньше были зали торжественной регистрации. Сейчас в пологовых зданиях, в пологовых будинках есть такие комнаты, виписки дитини. Эти комнаты, виписки дитини есть, но это анахронизм. От этого нужно уходить. Нужно, чтобы в пологовое здание приходили родители, приходили, приходили, заходили в отделение и проводилась свидетельство дитина. Вот так, как у нас, регулировано, я бачу. Что поряд с пологовым зданием, но не в пологовом. Вход с этой стороны, все, кто пришел к гостям, с этой стороны мы вносим дитину. Но такие идеальные условия, на них спроможны, на каждое отделение, на каждое пологовое, и на вашей будинке. Поэтому, что есть, мы до этого готовились. То есть, что есть, заходили. Там мы будем еще дещо поправлять, дещо будем регулировать, дещо будем делать более удобно. Я не бачу таких серьезных проблем, но те проблемы, которые я бачу, мы их решим.